Привет, дорогие мои друзья! Привет, дорогие слушатели и зрители! Я бы хотела сказать вам спасибо за то, что смотрите мои видео. И особенно приятно мне на моих занятиях, когда студенты говорят, смотрели видео, и не только смотрели, а некоторые ещё и конспектировали и воспользовались некоторыми моими советами. Я была действительно поражена и удивлена, что столько студентов посмотрели уже видео, и некоторые даже все мои видео, о чём я, конечно же, не могу не сказать. И я хочу вам ещё раз сказать спасибо. Я очень довольна, что мой труд, он приносит вам пользу и что-то даёт ещё помимо просто времяпровождения. Я сегодня поняла, что, конечно же, я уже кое-что сняла для студентов и кое-что я уже сказала, но я ничего не сняла для тех людей, которые ещё являются абитуриентами, школьники в этом году, и очень скоро, через пару месяцев, уже будут определяться, куда подавать документы. Итак, друзья, это видео я не сделаю о том, какие есть факультеты в СФУ, какие есть факультеты в нашем институте, но, тем не менее, я расскажу свою историю, как я поступала на кафедру социологии, да, и тогда это был у нас факультет педагогики и психологии, и сейчас это называется у нас институт, институт педагогики, психологии и социологии. Вот так это называется сейчас. И я расскажу только свою историю, а потом я вам уже расскажу, что сдавать, когда сдавать, какие экзамены и всё в этом роде для приёмной комиссии уже, что вам понадобится, как это всё можно будет сделать. Сегодня же я хочу просто поделиться своим мнением, как выбрать специальность, как выбрать факультет и пойти учиться правильно. Итак, прежде всего, я советую вам обговорить со своими родителями, что они думают, потому что, несмотря на то, что в 17-18 лет мы все чувствуем себя очень-очень-очень взрослыми и самостоятельными, и считаем, что родители уже не могут ничего нам сказать правильного и хорошего. Это не так. И истории показывают, что люди, которые советовали с родителями, родители никогда этим людям ничего плохого не желали. Поэтому я вам хочу сказать, даже если вы очень самостоятельный человек в настоящее время уже, тем не менее, подойдите к родителям, подойдите к бабушке, к дедушке, к тому человеку, который знает вас все вот эти 17-18 лет, который вас вырастил, который вас любит и который точно может определить, куда вам пойти. И спросите, куда мне пойти, особенно если вы еще не определились. Если вы определились уже, соответственно, спросите, я хочу пойти, допустим, на педагога. Пойдет ли мне такая профессия? Как ты думаешь? И, соответственно, вы можете уже определиться. Может быть, ваше мнение не соответствует мнению ваших родителей и близких людей. И вам необходимо тогда будет подумать, подумать, прежде чем идти на какую-то очень модную, интересную профессию, которая вам, возможно, не подходит. Также вы можете пройти интересные тесты. Я даже не советую вам идти в центр занятости, где можно пройти эти тесты, потому что это все можно найти в интернете. Если вы не доверяете одному тесту, два, три, четыре будут вполне, вполне, вполне себе достаточным количеством для того, чтобы определиться, кем вы можете все-таки быть в дальнейшем. Я хочу вам сказать, что если вы пройдете несколько тестов, сравните, и здесь будет, допустим, два раза your fuck, и если вы чувствуете, что вы действительно готовы на такое, то идите, пожалуйста, подавайте свои документы на юридические факультеты. Также с родителями нужно обсудить еще одну немаловажную деталь. Мы не в Америке, и сами в основном школьники и студенты не зарабатывают себе на образование, и даже на карманные расходы начинают зарабатывать не с первого курса. Поэтому я хочу, чтобы вы задумались о том, если вы не пройдете на бюджет, или если же на этой специальности нет бюджетных мест, потому что с этого, с прошлого, позапрошлого года очень многие факультеты убрали бюджетные места с некоторых специальностей. И кто будет за это платить? То есть вы всегда мечтали о пиаре, а теперь пиар у нас платный, да, нет бюджетных мест на такой профессии, как пиар. И, соответственно, ваши родители. Готовы ли они платить некую сумму денег, или же не готовы? Еще я вам хочу сказать, что присмотрите, с кем работают ваши родственники. Если все ваши родственники врачи или учителя, может быть, эта профессия как раз для вас, подумайте, покопайтесь глубоко в себе. Возможно, сегодня вы считаете, что вам лучше идти на механика, но в душе вы действительно врач или преподаватель, или же вы учитель математики, русского языка. Подумайте, присмотритесь вглубь себя. Может быть, вот эти родственные связи, вот эти корни, они, несомненно, расцветут в вашей душе, и вы станете продолжателем профессии своей семьи. А сегодня, может быть, вы сделали неправильный выбор. Я вам хочу сказать, что сегодня я не могу то же самое сказать о себе, тем не менее, очень хочу рассказать свою историю. Мне было 17 лет, даже, наверное, 16-15 лет, и вот я поступила в 10 класс. Естественно, у меня очень много врачей в семье, и все мои родственники в основном это врачи и педагоги. И мои родители хотели, чтобы я пошла на врача учиться. Но я вам рассказывала уже в предыдущем каком-то виде о том, как я училась в маломедицинской академии, какой это урон моей психике нанесло, посещение анатомии и практических заданий по этому предмету. И я вам хочу сказать, что я решила, что я никогда не пойду на эту профессию, хотя, конечно, сегодня я бы могла уже достичь каких-то высот своих, и работать на хорошей, высокооплачиваемой работе. И вот сегодня, когда мне уже исполнилось данное количество лет, я чувствую, что я могла бы пойти учиться на врача, я бы стала отличным врачом. Но тогда мне этого не казалось. Тогда мне только казалось, что ой, анатомия, анатомка, и вот такое вот всё. И поэтому я вам хочу сказать, что, конечно же, я сомневалась и склонялась к тому, что я пойду на какую-то другую профессию. Я пошла, думаю, по первому образованию получила в КГУ, тогда ещё это был Красноярский государственный университет, который сейчас вот вошёл в основу Сибирского федерального университета. И я, конечно же, пошла на самую модную профессию. У меня были высокие баллы, и я поступила на пиар, как раз это связи с общественностью. Отучилась с радостью и без особых проблем. Я вам хочу сказать, что сегодня я чувствую, что, конечно же, это хорошая профессия связи с общественностью. Я работала и по специальности. Сегодня я могу преподавать уже эту профессию, вести различные курсы. Но, тем не менее, если бы я прислушала к себе тогда и стала бы врачом, возможно, я бы даже жила более полной, такой активной жизнью. Почему? Я вам хочу сказать, потому что я считаю, что врач – это самая благородная, самая прекрасная профессия. И вот все равняют всегда – учителя, врач. Но, тем не менее, вы можете быть врачом и можете преподавать те же медицинские предметы различные и спасать жизни одновременно. А учитель, он не спасает жизни, да, он только лишь занимается разными другими интересными и важными, конечно же, делами. И, тем не менее, я вам хочу сказать, что можно быть пиарщиком, закончив мединститут и закончив, я думаю, физический факультет, потому что раньше вообще не было специальности такой связи с общественностью, да. Тем не менее, профессия – это одна из самых древнейших. И в своих научных работах я доказала, что апостол Павел был первым пиарщиком, потом апостол Пётр, потом Иисус Христос на этом остановила своё религиозное изыскание относительно пиара. Это было ещё на первых курсах университета много лет назад. И поэтому я вам хочу сказать, что, конечно, конечно, интересная, отличная профессия, но если не врач. Поэтому, если ваши родственники также врачи, как и мои, и вы идёте на какую-то другую специальность, я думаю, что вам не стоит этого делать. Я думаю, что вам стоит, конечно же, пойти в медицинский университет и взять себя в руки, отучиться на этой самой лучшей профессии. Ну, в принципе, для меня самая лучшая вторая профессия в жизни – это, конечно же, наверное, связи с общественностью. И я вам советую, конечно же, присмотреться. Если вы живёте в Красноярске, ещё не знаете, куда поступить, я считаю, что, конечно, или вы поступили не на ту профессию, связи с общественностью на кафедре социологии – это хорошие базовые знания. Мы встретимся там с вами с удовольствием и со всеми прекрасными преподавателями, которые вели ещё у меня 15 лет назад. Я думаю, что вы будете поражены, насколько доброжелательная атмосфера у нас в университете, насколько легко и приятно учиться, и насколько вообще позитивное отношение к нашим студентам. Я думаю, вы будете очень и очень довольны. Опять же, если вы живёте в Красноярске, собираетесь поступать в СФО и ещё не определились. Если у вас есть вопросы относительно того, где взять баллы, сколько это стоит, сколько нужно набрать, сколько стоит обучение, я имею в виду, то, естественно, задавайте вопросы, я обязательно вам расскажу чуть ближе к апрелю. Так, что делать, если чувствуешь, что ты не в том месте, где должен быть? И вы знаете, даже в Сириуме всё время, каждый год, в каждой группе встречается такой человек, который меня спрашивает, «Катарина Александровна, что мне делать?» Я поступила абсолютно не туда и чувствую, что учусь не там. Сегодня у нас есть Алексей, который учится на одном из наших предметов, и считает тоже, что ему нужно перепоступить на другую специальность в наш институт, между прочим. И всегда такое есть. У нас была Татьяна, которая, кстати, меня спросила, поехать ли ей в Германию учиться на медика или остаться учиться у нас. Естественно, я ей посоветовала идти в медицинский. Она уехала в Германию, сейчас очень довольна, передаёт нам привет. И я вам хочу сказать, что тоже вот эта вот интересная история. Итак, мои дорогие, если вы чувствуете, что вы поступили не туда, вы можете подумать хорошенечко, готовы ли вы поменять свою жизнь, поменять свою профессию, пойти куда-то в другое место, или вы не готовы это сделать? Что бы вы хотели от жизни? Вы хотите доучиться уже и получить второе образование, или в рамках уже магистратуры пойти на другое образование? Или же вы должны здесь и сейчас поменять, потому что чувствуете, что вы не в состоянии просто доучиться, что вы просто не можете терпеть, да, чем вам придётся заниматься. Итак, если это не была же какая-то, если это не сложность в учёбе, которую вы думаете, что не сможете преодолеть, я вам не советую менять тогда свою профессию. Подучите, сдайте предмет и посмотрите. Может быть, в этом была вся суть. Может быть, вы просто боялись сдать какой-то определённый предмет, и если вы его сдадите, то будете без проблем учиться дальше. Но если вы чувствуете, что это точно не ваше, тогда я вам советую уже на первом курсе взять и постараться перевестись на другое место. Не мучайте себя, если это объективные причины, а если это только лишь нежелание сдавать какой-то один предмет, откуда вы знаете, что этот же предмет или этот же преподаватель не встретится вам на другом факультете. Понимаете, разные бывают истории. И я вам советую прежде всего подумать, целесообразно ли это. Хотя я знаю, что в 18 лет очень трудно понять целесообразность чего бы то ни было. Итак, друзья, как вообще, если вы не знаете, куда пойти, как вообще можно понять, на что вы способны? Я вам советую сделать такой тренинг, закрыть глаза или же оставить открытым. Но когда мы оставляем открытыми, мы растрачиваем энергию вовне, и когда мы закрываем их, соответственно, мы оставляем энергию внутри нас. Сесть в удобную позу и задать себе мысленный вопрос. Кто я? Этих мысленных вопросов вы можете задавать себе очень много. Тысячу раз повторяя, кто я, и не один день проведя вот этот тренинг, вам придет свыше этот ответ. Понимаете? И может быть, вы поймете, что вам нужно не в университет идти, да, учиться, а, допустим, в кулинарный техникум. Потому что вы мечтаете стать поваром, и это самый простой и быстрый сегодня способ стать поваром, да. Может быть, вы поймете, что вы жена, и тогда самое время сказать уже любимому «да», и выйти замуж, и там уже, да, когда вы станете мамой, весь мир переосмыслится, или когда вы станете женой, весь мир с ног на голову, да, просто перевернется, и вы поймёте, что вы хотите стать вообще другим человеком и приобрести профессию. Потому что в любом случае я вам советую приобретать профессию. Если есть возможность, да, малейшая возможность получить высшее образование, естественно, я вам советую это сделать и получить его. Поэтому, поэтому просто подумайте, загляните внутрь себя. И очень многие люди не понимают, как заглянуть внутрь себя, понимаете? Но если вы будете стараться, вы сможете достичь этого состояния, заглянёте внутрь себя, и вы поймёте, кем вы хотели бы быть, кем вам нужно стать, и кем вам необходимо просто быть в этом мире, понимаете? И вот я вам желаю, чтобы вы, конечно же, смогли определиться. Если вы всю жизнь мечтали стать лётчиком, сегодня у вас есть уже всё возможное для этого, естественно, вы можете уже не думать, вам нужно только лишь знать, да, что сдавать, куда пойти учиться, да, и какое здоровье иметь. Но я вам хочу сказать, если не можете определиться, поймите, что всё внутри вас, что вы можете решить всё самостоятельно, если вы заглянёте внутрь себя, да, заглянете внутрь себя, если вы поймёте, в чём ваша суть, в чём ваше жизненное предназначение. Вот это вот очень простой тренинг, который вы сможете сделать, и особенно если вы включите какую-нибудь приятную музыку, или ничего не будете включать, отрежитесь от всех вот этих вот проблем, и не будете слышать шум, да, от соседей, какие-то посторонние шумы, улицу, машины и бытовую технику, если вы сможете понять, кто вы есть на самом деле. Я желаю всем абитуриентам, всем студентам всего самого хорошего. Я желаю, чтобы вы поступили туда, где ваша душа будет очень радостная, и сердце будет улыбаться вам и всем окружающим. Я желаю вам всего самого хорошего, а моим студентам успехов в учёбе. И всего вам самого доброго. Пока-пока.